добрый вечер вот друзья мои мой новый мотор suzuki dt 9 и 9 сейчас коротко расскажу про установку тахометра то у меня товарищ все никак не соберется его установить сейчас покажу ему и заодно может кому-то тоже будет интересно такой тахометр у меня у меня простой тахометр мне нравится эта модель на самом деле нет никаких различий если кто-то берет другой устанавливается не совершенно одинаково и сейчас коротко ротенька покажу как его устанавливать значит первое достаем тахометр с батареечкой сразу устанавливаем батареечку на место в общем пока подготавливаем ставим батарею если у вас батарея уже стоит но может быть там пленочка стоит защитная которая вытащить в общем подготавливаем тахометр чтобы он был рабочий и так батарейка стоит теперь выбираем место где на румпеле будет стоять у меня тахометр ну вот здесь наверное меня будет стоять крепится у меня он будет на этом месте за счет двухстороннего скотча он у меня идет в комплекте вот такой и сейчас мы подготовим место и закрепим его здесь чтобы хорошо держался нужно обезжирить поверхность вот сюда сейчас мы будем ставить так закрепляем сначала на корпусе непосредственно тахометра а потом уже тахометр устанавливаем на рубль вот так ну а дальше уже будет подключение это ничего сложного сейчас я вам покажу так стоит установлен тахометр дальше открываем колпак пока не нужен и сейчас наша цель вот эти проводочки завести вовнутрь смотрим на румпель вот поведем вот здесь здесь пройдет у нас с проводами внутрь корпуса лодочного мотора дальше мы выведем провод бронепроводу свечи на которой его и установим и все сейчас покажу в общем желательно тянуть так как идет кабель от кнопки вот видите я скрутил эти два провода два провода вместе чтобы было удобно не протаскивать сейчас главное провести аккуратно провести все в мотор чтобы не болталась но в принципе можете вести прям хоть напрямую неважно как просто хочется сделать так наиболее аккуратно вот идем ведем идем внутрь по проводочкам по проводочкам вот здесь они заходят проводочки значит и мы туда заходим и вот так вот далее вот смотрите сюда зашли зашли туго нигде не нужно натягивать чтобы был какой-то свободный ход чтобы к там когда у нас двигается там румпель там туда-сюда чтобы не было чрезмерной натяжки провода поэтому лучше немножечко оставлять запас далее ведем его про не проводу я веду по этой стороне вот то что лишнее там длина ничего страшного это потом мы скрутим и положим в поддон лишний лишний не страшно так далее вот смотрите есть два провода красный и черный красный провод будет измерять индукцию с бронепровода поэтому берем и делаем пять виточков вокруг бронепровода плотненько колечко колечку три четыре пять виточков вот пожалуй так а черный провод мы закрепим на массу под любую гайку с помощью изоленты закрепим в общем смысл в чем этот красный провод будет замерять индукцию при каждой срабатывание искры и считать вот так какой провод вы выберете не важно а этот провод черный нужно куда-нибудь закрепить на массу под любой болт под любую гайку на корпусе ну конечно головки наверное не надо или вот сюда можно болт вкрутить или найти место ну вот например да с массом возможно мы куда-нибудь сюда и прикрутим вот друзья масса я посадил сюда под этот болтик с контактами вот вам было видно а лишние провода сейчас скручу и положу он туда вниз пускай там лежат никому не мешают вот так оставлю немножко красного вот так проверяю что не мешает снимать все в порядке все в порядке этот лишь обрежем все вот и вся история все аккуратно культурно дальше показываю как настраивать по крайней мере показываю как настраивать свой не знаю как настраивать ваш тахометр но скорее всего что-то всем похоже должно быть наверно на три секунды зажимаем кнопочку держим зажать кнопочку на три секунды чтобы выйти в режим программирования вот появился режим программирования и здесь нужно выбрать сколько за один оборот коленвала будет импульсов вот у сузуки например у yamaha один импульс за один оборот потому что на каждый цилиндр отдельно идет свой свечной провод у у сузуки два импульса за один оборот потому что здесь параллельно срабатывает с одной катушки сразу на две свечи идет импульс поэтому по идее должно быть так поставил потом проверю то есть за один оборот за один оборот два импульса два импульса срабатывания на свечном проводе ну потом на воде проверим правильно ли я понял или нет всем пока у Продолжение следует...